ДОБРОЕ УТРА! АСМА, ПОДНИМИТЕ МЕНЯ! ЭТО КТО К БОБУЛИ ВРЕЙСЁТ? Скажи ДОБРОЕ УТРА ВСЕМ! Вот такая у неё куколка приехала с утра 7 часов к бабуське! Скажи всем ДОБРОЕ УТРА! ПОДПИСЫВАЮ! ОЛИ, ОЛИ! ОЛИ, ОЛИ! Жизнь моё! ОЛИ, ОЛИ! Хочет мити! Смотри, не хочет! ТОТЫ НЕ ВЕРЁИ ОЛИ! ДОРОГИЕ МОИ! Как ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ? Я прекрасно знаю что у всех хорошее! Даже если у кого не хорошее, я желаю , чтобы оно было всегда хорошее! Это мое желание. А дальше уже сами посмотрите. Вчера пишет, тетя Русик, где ты потерялась? Так, тетя Русик, когда потеряете? Посмотрите, какие у меня ручки. Как у бабок. Конечно, 60-летний. Касрулю вчера чистили. Следство есть. Грех не чистить, как хочешь. Вчера генералили все посуду. Касруля, имею в виду. Также чисто, только касруля месяц ради всегда видно. Видно, следство все вы мои знаете. Поэтому этот раз не стала показать. Уже одно и то же повторять не хочется. Потом у нас планы есть. Ну, короче. Планы не скажи, что было интересно. Вдруг не получится. Арбуз захотелось. Уже обед. Посмотрите, как красивый. Маленький я порезала. Ну, мне так понравилось. Я его одной видела. Смотрите, какая маленькая. Аккуратненький берешь. И как хочешь кушать. Хочешь большой, хоть маленький. Вчера было у меня генеральный убор. А каждый раз показать не хочется. Поэтому сегодня у нас планы есть. Но не буду вам говорить. Если у нас все будет, получится шикарно, конечно, я вам обязательно скажу. Поэтому заранее зашла к вам сказать. Пожелать. Хороший день. Хорошее настроение. Прекрасного, удачного дня. То, что кто что желает, избудется. Допустим, я то, что желаю вам, пусть мне такого. Вот я такое вам желаю. То, что я себе желаю. Хороший день. Хорошее настроение. Я вас люблю. Если есть интересное что-то, я обязательно вам покажу. Оставайтесь со мной. У меня в ленте очень много интересного есть. Новые подписчики пускай посмотрят. Я смотрю, дальше люди не идут. Там еще интересно есть у меня. И в ютубе, и в инстаграме. Надо листать, листать, как жизнь наша прошла. Как секунда у нас жизнь прошла. А когда я смотрю, господи, сколько мы делали. Это за год. А кажется, что ничего не делали. А когда, вот это очень хороший инстаграм, ютуб, память все остается. Листаешь и видишь, боже мой, ну же ли мы столько делали? Ну же ли столько я работала? Ну же ли такие трудности мы прошли? Вот перед вами факт. А вот сегодня сидим и думаем, нечего делать. Потому что чистота, порядок, аккуратно, душа спокойна. Везде как бы, дай бог всем так. Хороший день, хорошего настроения. У нас сапас уже готово. Сейчас зелень перебираю. Скажите мне, пожалуйста, а ведь тархун бросали в этом сапасе? Кинзочка, тархун. Сейчас чищу и буду бросать. А кто не делал, попробуйте. Это очень интересно и очень необычный вкус. Я тоже не знала. Подруга мне советовала. А я попробовала им очень необычный вкус. Так что, если кто-то не знает, пусть делает. Я даже резать не хочу. Вы видите, как? Я хочу вот так бросать сапасы. Такой сапас получилось. Прям хочется уже. Тепленький. Сейчас дети придут и попьют. Какой жирный у нас мацун и бель. Смотрите. Наверное, не все знают. Раньше я спичку кинула туда. Деревянный. А сейчас деревянный вот так палочкой мешал и кидает. И оно кипит. И не сворачивается. Не сворачивается. Вот смотрите, какая шикарная. Сейчас, сейчас, сейчас кромка сделаю, чтобы вы видели, как кипит. Смотрите. Уже готово. Вот, смотрите. Пшеница уже готова. Сейчас я возьму. Вот. Видите? Сварилась. Что нам осталось? Тархун и кинзочка. Сейчас бросим. Смотрите. Я сильно мелко не резала. Вот так, чтобы было интересно и необычно. Вот так. И все. Сейчас можно уже выключать. Все. Даже кипеть не дадим. Сейчас крышкой закроем. Можно масло. Если мацун не жирный, можно масло кусочек добавлять. Но у нас все жирно. Поэтому не добавим ничего. Солили по вкусу. И все. Закрываем крышкой. Пускай она томится. Так что, дорогие мои, готовим с любовью. Все. И блинчики наделали. И супчик варили. И спас. Что еще надо? Сегодня, наверное, еще картошку пожарим. И все. Авелюк еще сделаем, да, Света? Угу. Еще авелюк сделаем. Ну, авелюк тоже у нас есть в ленте. Мы еще готовим, дорогие мои. Продолжение следует. Мясо уже готово. Лук жарим. Сейчас будем блинчики делать. Авелюки делать. Заказы все готовы. Кто авелюк не делала салат с орехом? Конский шарлет. Вот смотрите, лук пожарили. Сейчас будем вот так мешать. Когда уже все размещали, орех добавляем к концу, дорогие мои. Солили, поперчили. Как она вкусно. А еще и как полезно. Вот, полу. Павелук. Вот, смотри. Красиво. Сейчас разложу. Когда иду в Ереван, кафе, обязательно я заказываю. Ну, правда, там лук не так много. Мы любим больше. Гранат можно чищеный здесь сверху добавлять. Можно без него. Можно без него. Ну, ну, так красиво и подача красиво. Все, дорогие мои, у нас вот это все готово. Сейчас мы сверху сделаем просто орех. Вот и все, у нас салат тоже готов. Готовым с любовью, дорогие мои. Посолим, поперчим. Угу. А здесь у нас жарится и лук для блинчика, для фарша. Поперчили, посолили. Черный, красный, перец, соль и масло от души. Видите, какая она красивая. Зелень не добавляю. Можно добавлять. Это начинка на блинчики, дорогие мои. Ммм, красивая. Пахнет, как это не есть, как. Света, ты снимаешь близко? Вот такой у нас блинчик получается. Надо первое попробовать. А лук, вот этот, который коньский шавель, который мы уже делали салат с орехом, можно и завернуть с блинчиком. Давайте вместе попробуем. Берем вот такую красотулю, разложим. Это же зелень. Это же вкуснятина с орехом. Тоже блинчик сделаем с орехом? Делаем. А почему бы это нет? Смотрите, как красиво сейчас будет. Представьте, какая вкуснятина еще будет. Попробуем. Это будет просто шедевр. Готовили все. Пожалуйста, смотрите, сколько вкуснятина. Завтра готовить ничего не будем. Готовьтесь с любовью. До завтра.